Мы сегодня завозим почти все. Когда мы говорим о том, что, слава Богу, курс пошел вниз и импорт прекратится, я вздрагиваю, потому что каждый думает о чем-то своем. Я-то думаю о том, как мне строить высокотехнологичную компанию, а я сижу полностью на импортном продукте. Да ладно, я готов не есть. Но я уже сегодня не могу без благ цивилизации. Я не могу сегодня не сидеть в интернет-банке, я не хочу стоять в старый советский Сбербанк два часа в очереди, чтобы меня плохо обслужила девушка. Я не хочу стоять в очередь в старый советский магазин, я хочу прийти в современный советский магнит, построенный современным российским менеджером, или X5 Retail, где шикарный сервис, где есть контроль качества продуктов и так далее. Вопрос, что нам нужно сделать? Да ответ очень прост. Нам нужно радикально повысить качество управления. Когда мы говорим о высоких общественных издержках, коллеги, да у нас в первую очередь немыслимые общественные издержки в области государственного управления. Немыслимые общественные издержки, если мы посчитаем издержки на единицу эффективности, они будут гигантскими. Гигантскими. И в эту гигантскую мельницу неэффективности, сколько угодно, не заправляя зерна, муки мы не получим. Почему Силуанов трясется над бюджетом, говорит, не надо больше. У нас 5 триллионов рублей сегодня тратится на федеральные целевые программы. Давайте открыто спросим, чего эти федеральные целевые программы за последние 5 лет достигли. И в этом-то ключевая проблема. Если будет понятно, что у нас механизм этот работает как часы, да господи, не жалко ничего. Я сам готов личных налогов платить больше и отправлять эти деньги туда, где они превращаются в нечто эффективное для нашего общества. Но проблема-то в том, что никто не верит в то, что будет создано нечто эффективное. И это базовая проблема. Давайте это обсуждать. Как нам изменить механизм в первую очередь государственного управления, сделать его более компактным, более эффективным. Потом, как нам сделать механизм более эффективным в государственных компаниях, а если мы не видим этого, давайте их приватизируем. И третье, как нам заставить частные компании быть более эффективными. Ответ очевиден, как жесточайшей конкуренции у нас конкуренции не хватает. У нас полэкономики монополизировано. А значит не будет никакой эффективности. Сейчас рубль улетел до 39,5, он отскочит, но цены не отскочат. Мы не верим в то, что цены отскочат. Почему? Да потому что нет конкуренции, ничто не заставит вернуть цены обратно. Политически доползли до 39,5, а обратно никто уже отползать не будет. Сегодня у нас среди бизнеса самое популярное заявление, это не заявление ни на открытие бизнеса, и нового бизнеса, заявление на регистрацию предприятия, заявление на выезд. Где получить вид на жительство? Мы же все об этом знаем. Коллеги, вот этим надо заняться, пока мы эту среду не исправим, ничего не исправится. И это ключевая проблема. И прятаться за кого-то, говорить, ну у правительства здесь якобы нет места. Да не так. Да есть место у правительства, более чем достаточно есть места. Не надо заводить разговоры о повышении налогов. Мы три года назад проводили дискуссию на форуме у Мишустина на налоговой службе в отношении того, что нельзя повышать налог на малый бизнес. Повысили. Что получили? 30% бизнеса в течение года было убито. Через два года исправили. Только-только в этом году прирост пошел на 3% прироста регистрации малого бизнеса. Что там говорить? Сколько времени мы потратили с этими особыми экономическими зонами? Я пять лет, будучи министром, боролся за создание особых экономических зон. Зоны создали, льгот никаких. Зоны – это не то, что обнесено забором. Не всегда. Это то. Давайте эти зоны сделаем более привлекательными, чтобы люди в них хотели приехать и работать там. Но для этого нужно создать условия. И администрирование налогового условия. Всем нам нужно перестать говорить о структурных реформах, как о некой абстракции. А нужно исправить то, что в фундаменте у нас лежит. И без исправления этого фундамента, это качество управления и государственного, и корпоративного в стране, без этого ничего дальше не произойдет.